Народный банк Казахстана, принадлежащий с зятью Елбасы Кулебаеву, рассылает своим клиентам письма с просьбой завершить расчеты с деловыми партнерами, имеющими счета в филиалах Сбербанка России и Альфа-Банка. При этом предлагается завершить все операции со Сбером до 13 апреля с Альфа-Банком до 6 мая. Кроме этого, назарбаевские банкиры сопровождают эти сообщения списком российских банков и предприятий, попавших под санкции Запада с указанием, что списки лиц и банков могут меняться. Мало того, что речь даже не идет о том, что в Казахстане будет запрещен Сбер и Альфа, даже отношения какие-то, отправка им денег, прием денег от них будет под запретом. Друзья мои, мы же вроде Казахстану помогали, правда ведь? Это наши союзники. Сергей Лавров — это такой лучший на свете министр иностранных дел, который по-любому добивается максимальной лояльности от тех стран, которым мы чем-то помогали, помогаем, правда ведь? А что это такое? Опять нам плюют в спину? Или это уже не плевок, а ножик? Или что это такое? Росбалт. Ожидается падение ВВП примерно на 13% за год. А это значит, что до падения 1992 года не хватает всего 1,5%. По цифрам выходит, что Россию накроют лихие 90-е со всеми вытекающими. По некоторым оценкам мы переживем в экономике кризис, сравнимый с периодом нашествия фашистов в 1941 году. По оценкам экспертов, имеется прямая зависимость между падением ВВП, нарастающей безработицей, а также преступностью. От этого показателя зависят доходы россиян. Считается, что падение ВВП на 1% дает рост безработицы на 2-2,5%, а преступности на 6%. Причем специалисты говорят, что будет все еще хуже. Знаете, атомная электростанция, человек в космосе, первый спутник и человек в космосе, становление советской промышленности, науки, сельского хозяйства, медицины. Произошло именно после этого самого 1941 года. Тяжелейшая Великая Отечественная война, победа. В итоге заложили основу для формирования советского общества, советского человека. Да, сейчас нам предстоят тяжелые времена. Но если российское руководство, российская власть, Путин или кто-то после Путина, или кто-то вместо Путина, если они начнут реально развивать страну, это наш исторический шанс, чтобы вырваться вперед. Это наш шанс не просто воссоздать, возродить страну. Это наш шанс сделать принципиально новую, небывало счастливую Россию, богатую, независимую и так далее. Что касается детей, ведь именно сейчас есть возможность воспитать людей труда, воспитать людей-созидателей, которые будут понимать, что просто так в жизни ничего не достается. Ну, что-то, конечно, достается просто так, но именно наш труд позволяет нам менять мир, менять историю, менять самих себя. И все это потрясающе. Это ключевой исторический момент. Либо мы этот кризис не переживем, мы просто растворимся в истории, мы станем питательным субстратом для других более активных народов, нас здесь уничтожит растущая преступность, падающая экономика, нас придавит олигархат, экономическая верхушка. Либо мы воспряним и возродимся гораздо сильнее, чем раньше. То есть, вы поймите, вот эта вот кризисная ситуация, она сама по себе не должна нас ввергать в какую-то панику, апатию и уныние. Это наша обязанность активнее быть именно сейчас. Вот буквально ближайшие несколько лет, два-три года, решают судьбу страны на ближайшие десятки лет. Это 50 или 100 или 200. Это решается сейчас. Воронежская мэрия отказалась от заключения концессионного соглашения на строительство здания школы на 1500 мест стоимостью 2,5 миллиарда рублей. Причина — увеличение расходов на реализацию проекта. Вот опять же, мы с Михаилом Делягиным это обсуждали многократно. Почему? Как это так? Почему у нас нацпроекты, строительство мостов, дорог, заводов, школ? Со временем приходится дополнительно выделять деньги из бюджета. Почему? Ну, видите ли, подорожали стройматериалы. Ребята, вы обязаны были заранее заключить долгосрочный контракт. Как только вам поступили деньги, например, 2,5 миллиарда, вы тут же должны заключить, в течение месяца заключить договор. Итак, у вас мы берем цемент, у вас мы берем брус, ну, какие нужны стройматериалы для строительства школы. Заранее заключаются контракты с фиксированной ценой. Все. Никакой рост цен вам не страшен. А здесь что происходит? Почему по всей стране происходит одно и то же? Нужно принять всего лишь один закон, который вот это зафиксирует. Деньги получили, вы обязаны за короткий срок заключить все соответствующие контракты. Но это никому не надо, это никому не интересно. Потому что, потому что потому. И тут страдают и школы, и больницы, и все что угодно. Больше всего россияне боятся нехватки импортных лекарств и медицинского оборудования. Мы с вами про лекарства много раз говорили, даже на моем личном примере. Такие опасения выразили 42% опрошенных аналитическим центром НАФИ. По 30% респондентов заявили, что они боятся дефицита продуктов и комплектующих для автомобилей. Почти столько же россиян опасаются остаться без импортной электроники и дефицита товаров для строительства и ремонта. 27% и 26% соответственно. Друзья мои, к сожалению, среди наших левых братьев и товарищей наших левых частенько можно услышать. Вот! Вы против спецоперации, потому что боитесь остаться без новенького айфона. 42% боятся остаться без лекарств. Какие, мать вашу за ногу, айфоны! Огститесь! Российским авиакомпаниям дадут возможность выкупить самолеты у европейских лизингодателей благодаря принятой 8 апреля поправке к антироссийским санкциям, сообщила Bloomberg. Права собственности на самолеты перейдут после полной оплаты. Вот видите как? Все-таки чего-то мы можем добиться. Нам дали право выкупить самолеты, которые мы хотим выкупить. У нас их вроде бы хотели полностью отобрать, но была занята жесткая позиция, и слава богу эти самолеты мы выкупим, и они останутся у нас. Другой вопрос, что буквально за полгода эти самолеты придут в негодность, потому что им нужно соответствующее обслуживание и запчасти, а запчастей-то у нас нету. Ну хотя бы полгодика наши самолеты будут летать, слава богу, успех, прорыв. Одна из крупнейших аграрных компаний в мире, американская FMC, прекращает деятельность и бизнес в России. Подождите, так мы же, мы россияне, мы сами, мы все производим, обеспечиваем себя продуктами питания. А у нас, оказывается, одна из крупнейших американских компаний здесь выращивала свою продукцию. Что-то как-то у меня не клеится в сознании. Друзья, вы можете мне объяснить, что это такое? А без этой компании у нас точно найдутся семена, всякие там удобрения, химикаты для проведения соответствующих сельхозработ. Или окажется, что без этой компании мы ничего и не можем, и у нас на 5, на 10, на 20 процентов упадет площадь посевных земель. Росздравнадзор направил главврачам медорганизации письмо с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на рецептурные препараты. Еще раз, специально для идиотов из Минздрава и Росздравнадзора, я хочу, пользуясь своим служебным положением, передать вам привет, сказать, что вы рехнулись слегка или не слегка. Это уж как кому повезло. Я прихожу в аптеку и беру лекарство без рецепта, но не потому, что я рехнулся и сам его себе прописал. Мне его прописали 2 года назад. И приходя к врачу, мне говорят, да, дальше принимай, да, дальше принимай. Просто мы не тратим лишние 5 минут на выписку рецепта, чтобы нам поставили штамп и так далее. Я просто знаю, что мне надо, я его беру и покупаю. Это все происходит на основании решения моего лечащего врача. Вот эту бюрократию мы будем вводить? Зачем? Да, если вы сейчас ужесточите требования к рецептам, я буду тратить время являться к врачу, и он мне будет выдавать этот рецепт. Сколько людей в нашей стране покупали те или иные препараты, столько же их и будет покупаться. Вы никак потребление не сократите. Вот этот бред о том, что дефицит лекарств вызван людьми, которые слишком много набрали препаратов, это откровенное игнорирование реальности. Дефицит связан с тем, что вы полтора месяца не признавали саму вероятность того, что у нас будет какой-то дефицит. У нас всего полно. Я напомню, в России за наш с вами счет, за бюджетный счет, была внедрена система «Честный знак». Это система специальных отметок, специальной маркировки, которая наносится в первую очередь на лекарства. Это система, которая позволяет оцифровать и контролировать все препараты, все лекарственные средства на территории нашей страны. И прошло полтора месяца, прежде чем Минздрав все-таки понял, в условиях потрясающей цифровизации, Минздрав все-таки понял и осознал, сколько же нам чего не хватает. И то эта информация держится в секрете. Вот, например, то лекарство, которое было нужно мне, точнее моим родственникам, оно не входит в официальный перечень того, с чем якобы может быть дефицит. Центробанк порекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям не выплачивать дивиденды в этом году. Это очень важная новость для тех, кто интересуется инвестициями, смотрит разного рода блогеров. Есть же такое представление, дивидендные рантье. Вот я куплю акции, и даже если акции сильно подешевеют, все равно мне будет капать процент. Сбербанк, Газпром, ВТБ, Роснефть, они платят определенную сумму за каждую акцию. И тут внезапно Центробанк говорит, все, никаких дивидендов, пока у нас кризис не кончится. А это же может растянуться на два года, на пять лет, на десять лет. История про дивидендных рантье, которые накупили акции и могут ничего не делать, она уходит в прошлое. Наша реальная опора, на которую можно рассчитывать, это сильное государство, которое платит хорошие пенсии. А акции, выплата дивидендов, зарплата, возможно, в кооперативах, вот кто работает, он за свою работу получает дополнительную премию к зарплате. Основываясь на том, каков его вклад в общую деятельность, каков его вклад в успехи развития компании. Строил цех, с этого цеха, вот ты пока этим всем занимаешься, консультируешь, обслуживаешь, подсказываешь. У тебя есть право на какую-то дополнительную выплату. Ты увольняешься с завода, все, твоя доля пропадает, но государство тебе платит пенсию на основе того, сколько ты зарабатывал за все эти годы и так далее. То есть нам нужно добиваться, чтобы у нас государство было адекватным, в первую очередь. А уже потом рассчитывать на какие-то там дивиденды, хренеденды, все. О, история развитого капитализма уходит в прошлое. Вопрос, вернемся ли мы в феодализм, православие, самодержавие, народность, или у нас будет какой-то рывок вперед. Инфраструктура в 2022 году в производство в России запустят микроэлектронику по техпроцессу 90 нанометров. Ведущие вендоры освоили его в 2004 году. Еще раз, у нас в стране Владимир Владимирович наконец-то созрел и начинается формирование российской микроэлектроники. Вот у нас один из округов Москвы называется Зеленоград. Он находится на небольшом отдалении от остальной части Москвы, на северо-запад. Когда-то Зеленоград строился как центр микроэлектроники советской. Огромное количество предприятий, использовались опасные материалы, кадмий, свинец, ртуть. Чтобы уменьшить влияние кадмия и других вредных металлов, тяжелых металлов, было предусмотрено, что в этом городе будет очень много зеленых насаждений, которые будут все это впитывать в себя и вреда людям будет меньше. Поэтому он и стал Зеленоградом. Микроэлектроника, опасные вещества, много зелени, Зеленоград. Такая вот простая логическая связь. Сейчас Зеленоград, благодаря 90-м и нулевым, он практически ничего не выпускает. Советская микроэлектроника была разрушена, а что? Мы же за нефть и газ, мы же купим все на Западе. Нам же все, что хочешь, продадут. В 22-м году мы решили что-то с этим делать. Мы в этом году начнем производить микроэлектронику по стандарту, который в 2004 году, 16 лет назад, был общепринятым в мире. К 2030 году, за 8 лет, мы выйдем на серийный выпуск 28-минометровых процессоров. Ведущие чипмейкеры начали производство по этому техпроцессу в 2010 году. В 30-м, то есть смотрите, в этом году мы начнем выпускать то, что в мире начали делать 16 лет назад. Отставание в 16 лет. Еще через 8 лет у нас будет отставание 20 лет. Оно, отставание только увеличится. Что это такое? Среди прочего, Apple оснащала смартфоны iPhone 5s процессорами A7 с топологией 28 нанометров. Напомню, сейчас в ходу смартфоны iPhone 13. 13-я серия. Вот когда Apple выпускала iPhone 5, не 13, а 5, вот они были с процессором 28. Мы такие научимся выпускать к 30-му году. Правительство рассчитывает увеличить количество отечественных дизайн-центров с 70 до 300 к концу десятилетия. На перечисленные цели выделят 460 миллиардов рублей до 2030 года. Кураторами направления станут вице-премьеры Юрий Борисов и замглавы Минпромторга Василий Шпак. Ну как, друзья, это бодрит? Наше отставание по официальной программе будет только увеличиваться. В этом году отставание 16 лет. 22-й минус 2004-й — это 16 лет. Ой, простите, 22-й, 2004-й. Нет, это 18 лет. 18 лет, прошу прощения. А будет отставание к 2030-му, как в 2010-м? Будет отставание в 20 лет. Отставание увеличится. Еще дальше. В рамках направления власти планируют стимулировать закупку, произведенные в России электроники через сквозные проекты. Государство выделит до 50% от суммы таких контрактов в качестве субсидий. За счет этих мер планируется, что 30% домохозяйств в России будут использовать преимущественно российскую электронику к 2030 году. При этом доля отечественной продукции на рынке в госзакупках должна вырасти до 100%. Объем финансирования составит 1,2 трлн миллиардов рублей. Правительство запустит программу по реинжинирингу зарубежных решений, то есть мы будем воровать чужие идеи, и переносу их в производство РФ и Китая, а также программу развития электронного машиностроения. К 2024-му правительство рассчитывает обеспечить 100% импортозамещения по всем направлениям. Еще, короче говоря, из бюджета наших денег будет потрачено на эту программу 3,19 трлн рублей. Без комментариев. Здесь просто вот больше нечего комментировать. Такой опыт мы использовали и при подготовке к введению по инициативе президента новой меры поддержки. Подробно говорила об этом в ходе отчета правительства в Государственной Думе. Речь идет о пособиях малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Их размер составит 50-75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем от 6 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от конкретного субъекта РФ и финансовой ситуации семьи. На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей. Всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 миллионов детей. Ну, слава богу, полтриллиона будет направлено на выплаты для родителей детей. Вместо того, чтобы создавать высококвалифицированные, высокооплачиваемые рабочие места, чтобы создавать производство, мы будем переносить производство в Китай и выпускать, вот, да, вот предыдущее я вам показал. Вроде все российское будет, но мы будем переносить производство в Россию и Китай. Причем тут переносить производство в Китай? Ну, вот, как хотите, так и думайте. Все, что может сделать государство, подкинуть вам деньжат на сложные времена. Кризис только начался. Он еще не вступил в полную силу. Судя по всему, через несколько месяцев будет гораздо тяжелее. Ну, правительство могло бы обеспечить, не знаю, субсидии гражданам на навоз, чтобы мы могли удобрить почву на своих дачных участках и выращивать кабачки, огурцы, капусту. Вот это вот была бы поддержка, была бы реальная помощь, конкретная помощь. Ну и напоследок. Российские предприниматели стали активнее переходить в онлайн-сегмент. Только за последние три месяца на Вайлдберес зарегистрировалось еще 136 тысяч бизнесменов. Поэтому крупнейший отечественный онлайн-магазин решил поддержать российских производителей и выделить все бренды, созданные в нашей стране, в специальный раздел. На сайте все товары участников проекта также будут выделены специальными плашками. Эта задумка должна заинтересовать как предпринимателей, так и покупателей. Крупнейший российский онлайн-магазин Вайлдберес запустил спецраздел. Сделано в России. В него войдут все товарные марки, созданные или придуманные в нашей стране. Опять же, созданные или придуманные. То есть вы можете придумать, как должны выглядеть кроссовки, шьют их реально в Китае, но это все равно считается сделанное в России. А когда в Китае начнется кризис, когда в Китае встанут заводы, мы что будем делать? А, как там говорила Ксения Юдаева, заместитель Набиулиной, насчет того, что у нас заморожены деньги. Мы к этому готовились, но нам все говорили, что вероятность этого маленькая. Поэтому мы решили забить. Спасибо, друзья, за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого региона и как у вас сейчас с дефицитом. Есть ли в аптеках нужны вам лекарства? Какие, может быть, продукты исчезли с полок магазинов? Может быть, вы зашли в строительный магазин за новыми обоями и вдруг увидели, что они подорожали еще в три раза? Напишите, что реально в стране происходит и посмотрите, что пишут другие. Вместе мы сила, вместе мы победим. Давайте пробивать эту непрошибаемую, на первый взгляд, стену чиновничьего идиотизма. Ну и, конечно, очков втирательства. Да, в этом году наше отставание от производителей микроэлектроники составит 18 лет. Но еще за 8 лет упорной работы наше отставание составит 20 лет. Успех!